Ситуация с вывозом мусора в Таллине в последние недели была очень напряженной. И на столичной пресс-конференции вице-мэр Арво Сарапу, отвечающий в том числе и за эту сферу, сообщил, что виновные в кризисной ситуации наказаны. Департамент окружающей среды аннулировал выданное Baltic Waste Management в марте разрешение на вывоз мусора в старом городе. И заниматься утилизацией продолжит прежний оператор, обслуживающий этот район. БВМ будет продолжать вывозить мусор из контейнеров властными айнымми, но город берет работу предприятия под особый контроль и в случае возникновения трудностей будет расторгнуто и это соглашение. Правда, не только соглашения с фирмой были расторгнуты. Наказан был директор Таллинского центра по переработке мусора, который был уволен в срочном порядке. По словам Сарапу, он лично проконтролировал, как обстоит дело сейчас с мусором, и во вторник вечером ситуация явно улучшилась. Конечно, это договор, который мы делали с БВМ, это мы расторгиваем. И с пятницы начинает работать Эковир. Это подсемные емкости, это, конечно, очень большой и больной вопрос, поэтому это требует особенная техника. И для этого такие машины, которые едут каждый день, это просто не пользоваться не можно, там должен быть кран. И это вопрос мы решали. Есть еще одна срочная мера. Город планирует вывести услугу по опорожнению глубинных контейнеров на так называемый свободный рынок. Это значит, что квартирные товарищества смогут сами выбирать себе фирму по вывозу мусора. И это, по мнению многих объединений, неоднозначная новость. Правда, город обещает помочь. Мы помогаем квартирные общества с договором, с Эковиром. И если кто-то хочет Раган Сельса, тоже можно возьмут партнером Раган Сельса. Мы помогаем. Мы звонили вчера на всех квартирных общественных председателей. И только осталось семь председателей. Я думаю, что сегодня мы найдем тоже эти семь председателей. И я уверен, что с пятницы, которая работа делает Эковир, все вопросы решаются. Но только остается цена. Сарапу также отметил, что в условиях свободного рынка цена, увы, поднимается. Но если всей организационной частью будет заниматься столичный центр отходов, ситуация изменится в лучшую сторону. А это значит, что в ближайшее время столица проведет еще один тендер на оказание услуг по вывозу мусора. И к концу лета все товарищества смогут заключить договор с фирмой, которая предложит нормальные и, главное, незавышенные цены.